Год новый, а проблемы старые. Первый раз в 2019 году сотрудники службы судебных приставов отправились в цыганский поселок, чтобы найти должников. Проблемы в этом нет. Здесь примерно 150 исполнительных производств на общую сумму больше 100 тысяч рублей. Естественно, судебным приставам в таборе не рады. Приставы заходят в помещение и проверяют каждого обитателя на наличие задолженности. В таборе примерно 15 домов, а прописаны в них десятки людей. Через одного – должники по налогам и нарушители ПДД. Просроченные штрафы госавтоинспекции в таборе невероятно распространены. Оскорблять меня не надо. Оскорбляли меня сейчас на камеру. Я попросила помолчать, чтобы я объяснил на заданном вопросе. Вот сейчас, неправда, не обманывайте. Это вы врете. Вы задаете вопрос и не слышите ответ. В мобильном пункте с помощью приложения приставы узнают всю историю штрафника. Те, конечно же, говорят, что слышат о долгах впервые. Так, есть. Что есть? Есть, пожалуйста, давайте. Что есть? Значит, есть 13,529 налоги. Какие налоги? Налоги. Нифига себе. Так вот. Удивляются очень искренне и клятвенно обещают все погасить. На деле получается иначе. Как только приставы покидают поселок, цыгане забывают о долгах. Летом нам сказали, что все почти должники уехали на заработки. Как они приедут осенью, они все придут. Естественно, никто не пришел. За собой они привезли лишь еще больше штрафа ГИБДД. Пришлось прибегнуть опять к данным мерам, которые привели сейчас к агрессии и к скандалу. В принципе, всегда данная категория граждан отрицает долги и не собирается платить. На этом пенсионере 15 штрафов. Говорит, все берут машину, оформленную на него, и на ней нарушают ПДД. Оплатить не хотят. Сумма долга в 15 тысяч рублей в два раза больше ежемесячной пенсии. Возьмите эту машину и дайте. Утиль какую-то хор. Я не могу, мне надо. Машина-то какая? Пиднашка, как она называется. Я давно взял. Это родственники ваши ее берут? Или просто знакомые? Весь, весь. Весь тамбор. Кому не лень, ставят бурзин и едут. Но вот если вы им сейчас скажете, что другие, они отдадут вам деньги. Кто отдаст? Никто ему не отдаст. Никто ему не отдаст? Никто не отдаст. Бог не знает. Если денег нет, то приставы изымают имущество. Пенсионеру грозит арест транспортного средства. Правда, друзья по табору обещали помочь. И денег на погашение долго выделить. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова